Здравствуйте! Сегодня с вами Алексей. Мы сделаем небольшой обзор флагмана компании LG, LG Optimus G Pro. Есть, конечно, флагман LG G2, но он еще пока не продается. На данный момент флагманом является вот этот аппарат. Он недавно появился на российском рынке в версии RST. Давайте, поехали, посмотрим, что внутри коробочки. В коробочке находится смартфон. Такие бумажки, гарантия и руководство, USB-micro-USB и адаптер питания. Все, что находится в коробке в российской RST-версии. В отличие от российской RST-версии, являясь также обладателем еще и серого телефона, который был предназначен для Гонконга, здесь тоже находится аппарат, но, помимо всего прочего, есть еще и такие замечательные наушники. Вот они, наушники LG, очень красивый дизайн, алюминиевые и амбушюры. А так, в принципе, все то же самое. Давайте взглянем на само устройство, что оно из себя представляет с точки зрения дизайна и управляющих элементов. Это стандартная лопата с 5,5-дюймовым Full HD-экраном, под которым находится физическая кнопка «Домой». Справа находится кнопка включения-выключения, сзади камера, динамик и вспышка. Слева качелька регулировки громкости и кнопка, которая назначается различным приложением. Сверху мини-джек, инфракрасный порт, вспомогательный микрофон. Снизу основной микрофон и micro-USB. Крышка имеет интересную такую переливающуюся текстуру. Вот такой вот аппарат. Давайте включим аппарат, посмотрим, насколько он быстр. С помощью тестов и с помощью запуска браузера. Antutu Benchmark показывает 19,172 балла. По информации здесь стоит Snapdragon 600 и Qualcomm. И Adreno 320 графика. Full HD. 1080 на 1920. Это 400 точек на дюйм. Давайте проверим это быстродействие. Запустим сайт GSM Arena. На котором очень удобно проверять быстродействие, потому что очень много различных элементов. Текста, графики и масштабирование здесь четко показывает, справляется устройство или нет. Ну вот это, вот такое я нигде не видел. Такой скорости. То есть я тестировал с ребятами на пятерке iPhone на 4S. Они работают медленнее. У них рендеринг происходит немножко с запаздыванием. Здесь все честно, все быстро, все супер замечательно. То есть я могу сказать, что начиная со Snapdragon 600, Android по моим, по крайней мере, тестам быстрее, чем флагман от Apple, чем iPhone 5. Операционная система в этом устройстве стоит версия 4.1.2. Не самая последняя версия, но тем не менее я надеюсь, что ее обновят. Это все по быстродействию. Давайте посмотрим, как на этом устройстве можно поиграть в игры. Для примера возьмем геймлофтовский Dungeon Hunter 4. Очень крутой фэнтези. Очень классные спецэффекты. Графика очумелая. Просто прекрасная игра. Одновременно очень много эффектов играть, что при этом не тормозит. Все очень круто. Давайте взглянем, как на этом экране выглядят книги. Как вот выглядит текст. Насколько он четкий. Насколько эти 400 точек четкие. Прекрасный текст. Я просто читаю и не нарадуюсь. В этом устройстве очень много всяких вспомогательных программ. И первое, на что натыкается пользовательство, что было, опять же, очень сильно прорекламировано, когда устройство показали впервые, это вот первоначально назначено на кнопку назначения приложения QuickMemo. В любом месте, в любом приложении можно ее нажать и рисовать, соответственно. Сохранять эти рисунки и куда-нибудь отправлять. В этом устройстве также присутствует стандартный редактор фото-видео, но особо хочется отметить редактор картинок. Берем любую картинку и мы имеем встроенный ее редактор. Вызывается через контекстное меню. Редактировать. Дальше мы можем баловаться с цветами. Холоднее, утро, вечер. Можем баловаться с рамками. Вот, то есть какие-то контрасты. В общем, такого я не видел ни у кого. Вот только вот OLG впервые увидел. Также здесь есть различные темы. Четыре предустановленных. Веселенькие темки. С различными иконками они перерисованы, что интересно достаточно. Менять знак во всех темах перерисованы. Меняется фон задний, меняется фон в самом, так сказать, меню приложений. Обой. На любую поставить темную, допустим. А вот его поменять. Можно поменять способ пролистывания экранов. Делать еще безоперечные настройки. Есть бриз. Пока, где он. Вот такие интересные эффектики. Менкие. Основная сторона, мне больше все нравится. Также хотелось бы отметить особо, что этот экран хоть и не был пристально рассмотрен с точки зрения управления не только пальцем, но и пальцем в перчатках. Этот экран действительно на ногти реагирует нормально, абсолютно адекватно. Все работает и в перчатках он работает. У меня перчаток нет, поэтому показывать не буду. Но мы тестировали, он работает действительно в перчатках. Хотелось бы особо отметить такую замечательную функцию этого телефона, как зуммирование при просмотре видео. Не знаю, может быть оно иногда и нужно. Но вот здесь такая замечательная функция. Такую функцию я не видел ни у кого. Ну и переходя к финальным выводам по устройству, хочу отметить, что оно очень удобно лежит в руке. Оно создавалось как конкурент Galaxy Note 2. Я считаю, это попытка удачной. Удачная, потому что по габаритам это устройство меньше по ширине, чем Note 2. По толщине меньше. Экран у него лучше. Все-таки это Full HD. Не знаю, что будет в Note 3, какое получится по габаритам устройство. Но вот это устройство, если сравнивать его с аналогичными устройствами другого форм-фактора, является выигрышным, на мой взгляд. Потому что удобнее держать в руке, больше экран, удобнее смотреть видео, удобнее читать, привыкаешь. Потом обратно уже не перейти. Из минусов хотелось бы отметить неудобную, на мой взгляд, качель регулировки громкости. Она располагается слишком низко. Может быть у русских, европейских, американских пользователей данного телефона руки чуть-чуть побольше, чем у корейцев. Поэтому клавиши реально чуть-чуть выше должны располагаться. Также хочется сказать, что камера в режиме обычном HDR нисколько не отличается. То есть снимки весьма средние, никакого выигрыша нет. И тем не менее, устройством я доволен. Как только я стал им пользоваться, я быстро привык к этому огромному экрану. Удобно смотреть видео, удобно читать, удобно серфить в интернете. И на данный момент не вижу никаких альтернатив этому устройству и конкурентов. Надеюсь, кому-то помогло это видео с выбором. Спасибо, что смотрели. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!